Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Здравствуйте! Для начала расскажите, пожалуйста, а в каком настроении вы готовились к этому интервью? В замечательном! А оно у вас было замечательным просто по умолчанию? Или все-таки от того, что новое интервью и снова вам предстоит общение? Вообще все идет от человека. Если человек родился с солнцем, с праздником в себе, в душе, как раньше говорили, то есть в мозге, в интеллекте, тогда он так или иначе при любых негативных моментах дня, даже самых, может быть, негативных, вот мы сегодня, пребываем сегодня у нас 22 сентября 22 года, да, вокруг, вы понимаете, просто сказка, и здесь надо с таким солнцем внутри родиться, чтобы радоваться и улыбаться. Евгений, недавно вы получили премию Fashion People, что абсолютно заслуженно. Расскажите, работает ли кто-нибудь над вашим имиджем? Все-таки вы всегда хорошо выглядите. Только я сам, но, видите ли, имидж, слово, в общем-то, неплохое, хорошее, западное, стильное, но, мне кажется, оно излишнее. Вот у человека либо есть индивидуальность, это сочетание его природных врожденных качеств и того, что он смог сам себе, так сказать, срежиссировать в течение жизни, с детства, с юности, сначала вместе, так сказать, с контекстом семьи, слоя, класса, затем уже полностью самостоятельно, вот, либо нет. Имидж сегодня воспринимается как нечто очень наносное, тем более, как его можно сделать, намастерить, и какие-то есть там имидж-студии, лаборатории, это все для абсолютных пустышек, нулей, ничтожеств, как дешевок, как я однажды сказал, и все запомнили, да, для дешевок. Поэтому тоже ведь имидж, это как и слова, там, демократия, любовь, все девальвировалось, все приматы смогли изничтожить, то есть какой-нибудь писатель, модельер, творческий человек, он создает термин со смыслом, а потом его начинают использовать людишки, и слово этот смысл полностью теряет, что очень плохо. О сколько нам открытий чудных готовят просвещение дух, и опыт, сын, ошибок трудных, и гений, парадоксов, друг, и случай бог изобретатель. Чтобы и у вас брали интервью, нужно быть просвещенным и вкладываться в свое образование. Предновогоднее время – время чуда, особенная атмосфера и, конечно же, подарков. Уж кому-кому, а по отношению к себе надо быть особенно щедрым, дарить себе самое ценное – знания, навыки и умения. Например, в сфере IT, который достойный доход, востребованность, а толковые специалисты сегодня буквально разрывают на части, ну а перспективы отличные в любой стране, вы вне границ. Начать можно с Пайтона – простого в изучении и очень распространенного языка программирования. Именно поэтому я очень советую обратить ваше внимание на курс Пайтона-разработчик от онлайн-школы Skill Factory, который идеально подходит начинающим, а обучение проходит через реальный опыт на проектах крупных IT-компаний. Здесь вас ждет гибкий график занятий, опытные программисты в качестве наставников, шесть собственных проектов и настоящий центр карьеры, который помогает с трудоустройством как в России, так и за рубежом. По окончании выдается диплом установленного образца о профессиональной переподготовке. И что особенно удачно, школа уверена в опыте, который дает на курсе. Если не найдете работу после обучения, вам даже вернут деньги. И это еще не все. Бонусы для тех, кто купит курс в рамках новогодней акции. Скидка 50% по промокоду МАЭСТРО в честь Нового года. При покупке в подарок три курса. Итак, если коротко и по существу, хорошее предложение надо брать. Очень рекомендую этот курс и данную онлайн-школу для тех, кто готов фундаментально вкладываться в себя и свое будущее. Переходите по ссылке в описании и осваивайте востребованные навыки. Глядя на образ, который вы транслируете, сложно представить, что вы работаете круглые сутки, не покладая рук. А скорее представляется хозяин большого имения в атласном халате, который просыпается-то только к обеду. Расскажите, пожалуйста, есть ли какой проект, либо проекты, которому вы посвящаете в настоящий момент свое время? Да, ну вот имение, халат, даже шлафрок, это значит такое, как бы, ну, светское неглиже, в нем можно выйти к близким гостям, так сказать, даже посетить. Конечно, это шелк, да, все, действительно, барственная атмосфера. Вообще, желание вот этой обломовщины, оно очень неплохое. Во всяком случае, если бы, ну что, обломов, он не устраивает, так сказать, не скажу сейчас чего, да, он бы не устроил того, что устроилось, и того, что будет по итогам тоже. Он тихо, мирно лежит, наслаждается сам, никого не трогает, да. К нему иногда приходит штольц, который постоянно, давай, 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 что-то, значит, ну вот что, вот натворили, да, когда давай, давай, вот натворили. Поэтому лучше лежать там, перекусывать как-то, и даже к Одинцовой не ездить. Видите ли, метод, метод работы ученого, историка, это такая сложная, объемная, продолжительная штука. Это не то, что, вы знаете, как проект, сел, значит, что такое, сварганил, сляпал и выдал. Нет, это так наука фундаментальной не делается, а я занимаюсь именно фундаментальной наукой. Это из года в год, это постепенный сбор осмысления и переосмысления информации в соответствии с очень четкими критериями методологии научной, да. И поэтому, если мы говорим о тех темах, которые меня волнуют, а с юности это эпоха Наполеона и мои монографии по эпохе Наполеона, соответственно, я продолжаю это исследовать и постепенно двигаюсь и к написанию биографии в целом Наполеона, к продолжению исследования темы 12-го года. Так сказать, я концептуально все высказал и уверен, что уже больше, так сказать, дальше никто здесь пойти по объективным математическим критериям познания не может. Но, так сказать, можно расписать, расширить из условной дивизии, из полков до рот, куда эти роты передвигались в каком-то сражении, или что там делали купцы, или как драпали православные попы, забирая с собой золото и серебро из Смоленска, которые потом сожгли, значит, подожгли русские генералы, вот, а там еще остались мирные жители. Но вот французы это тушили и помогали людям. И помимо этого, конечно, эта история Второй мировой войны, это глобальная тема, проблема, которая требует многолетнего, так сказать, труда и многоязычного, потому что надо переводить со многих языков. Кроме того, есть темы, которые как бы над этой страшной суетой, это, знаете, я занимаюсь историей искусства, и это, конечно, и декоративно-прикладное искусство. Живопись и так далее. И здесь вот этот процесс исследования не только самого, допустим, полотна, но и, очень важно, его провинанса, то есть, кому он принадлежал, при каких обстоятельствах, во что он оформлен, рама, да, понимаете, это так бесконечно интересно и приятно. Это тоже процесс ежедневный, ежеминутный и на много лет. Это вот те, так сказать, проекты, которые движутся. Кроме того, ну, возьмем режиссуру, да, сегодня театр и кинематограф изничтожаются и практически изничтожился. Я об этом говорил, причины я называл, это и бесклассовое общество, в бесклассовом обществе искусство большое невозможно. А это и уничтожение человеческого, подмена человеческого, извините, цифровой эпохой. Вот, то есть, когда уже техника не помогает, не дополняет, а подменяет и уничтожает, это большая разница. Вот, но что остается? Остается наслаждаться тем, что уже создано, значит, до нас. И я в последние годы, как вы знаете, не знаете, отошел от режиссуры, когда я ставлю спектакли и фильмы, где у меня многофигурные там актеры и так далее, а я ставил на сцене Большого театра, в центре Мерхольда и так далее, и так далее. И у меня моноспектакли, я один могу спокойно собрать зал, и я делаю театральные представления, так сказать, и прочее, и прочее. И, так сказать, оперные арии исполняю. Вот, и это, вы знаете, как это очень хорошо, когда я не вынужден ретранслировать свои идеи и таланты через, так сказать, коллег-актеров. Да, вот, а, так сказать, напрямую общаться с сердцами и с мозгами зрителей, вот такими, какие есть ныне. Это тоже непросто, но, по крайней мере, я не трачу энергию на вот эту, так сказать, на эту буферную зону. Хотя традиционные жанры, так сказать, использования актеров для донесения режиссерской концепции жизни тоже в будущем, когда все полностью, так сказать, трансформируется, вот, вполне возможно. Вполне возможно, то есть это в планах, в планах есть. Но для реализации чего бы то ни было в бизнесе, в искусстве, в науке, ну, особенно в бизнесе, а, в общем-то, режиссура, она без бизнеса невозможна, без организационного денежного процесса, нужно что? Нужна настоящая стабильность и понимание завтрашнего дня. В нынешней ситуации, благодаря гениальной, значит, политике вот здесь, это невозможно фактически, понимаете? Поэтому это все настоящее продолженное время и, так сказать, стадия творческого, так сказать, плана, задумки, продумывания, репетиции, чтобы потом, вот, когда все, значит, счастливо, то есть трагично, то есть счастливо, так сказать, это самое, вот, потом уже был фейерверк, шампанское, сцены, ну, и так далее, и так далее. Как вы относитесь к вашей популярности? Все-таки вы сейчас буквально везде. Вы не устаете от такого? Нет, ну, от себя я не устал, я собой наслаждаюсь, я в себя, я в себя влюблен, я в себя влюблен, вот, и зря вы сейчас об этом, так сказать, упомянули, потому что, ну, это очень меня отвлекает. Мы должны говорить о науке, о политике, об искусстве, а тут все. Вот, и по поводу славы здесь все очень просто. Конечно, любому примату есть, ну, есть биологически заложенное понятие доминантности и слава, но эта штука очень приятная, замечательная. Но, конечно, ведь любой, значит, продукт, еда, одежда, погода, жара, холод, прохлада, опять, когда прохлада приятная, да, когда мороз не очень сильный, когда тепло и, так сказать, солнышко приятно, когда дикая жара уже не очень, так и здесь, когда слава, так сказать, это уже как Гагарин, если бы Гагарин поступил прыгать в банду Битлз, понимаете, такая слава, конечно, уже несколько тяжеловесна, потому что, ну, вот, в апреле я был в Риме, в моем любимом Риме, но романтизм и расслабленность снега этого города, они были, конечно, сильно подавлены тем, что я выхожу к какому-то великому памятнику, например, к Колизею или на Пьяццо перед Святым Петром, и эта площадь поворачивается с телефонами ко мне. И вы понимаете, ну, я-то должен что-то мечтать, наслаждаться, смотреть, а тут я не даже специально позирую, но я понимаю, что они все меня снимают, и надо как-то играть памятник самому себе. Вот. Там раньше стоял император римский, вот, и я там как бы в этом смысле тоже работал вот этим, значит, памятником. Так что, я всегда говорю, если бы можно было вот идти по улице, вот захотел схватить немножко эмоцию славы, прошелся, тебя все узнают, ну, а потом дальше хочешь гулять как частный человек, чтобы вообще никто на тебя не смотрел. Раз так, вы, вот, как звук уменьшают, да, так сказать, выключил, но это же невозможно, понимаете, это невозможно. Поэтому уже какие-то ухищрения, там где-то, значит, переулками, кустарниками, клумбами, понимаете, вот. Я думаю, что сейчас многие, кстати, переулками и клумбами уже в связи с сложившейся ситуацией пойдут вот нецентральными улицами. Вообще, эти дни отмечены изумительным каким-то приливом, чувством всеобщего патриотизма и готовности жертвенности. Я, как ученый, наслаждаюсь этим зрелищем, как в едином порыве вот эти 11-ти сегодня, 11-ти километровая пробка на границе с Грузией, понимаете. Вот, и, конечно, да, вот это итоги, итоги многомиллиардного бюджетного финансирования казенной, казенной пропаганды патриотизма. Мы в эти дни пожинаем итоги. Поэтому, что касается кустарников, переулков и прочего, здесь уже не только известные люди пойдут, но и совершенно незначительные. — Честно говоря, вас будет сложно представить в костюме, да еще и в кустарнике. — Ну, вообще, в костюме. Это, может быть, знаете, как в рубашке и в курточке, тоже в кустарнике. Ну, куртка, конечно, эстетская. Но вообще, вы знаете, кустарник сам по себе — это очень милое место. Очень милое место, особенно, так сказать, если какие-то листочки красивые, цветочки красивые, или осенние листва прикрывает известного человека, а там может спрятаться и романтически, и прочее, и прочее. Ну, и потом, конечно, тоже для доминантности выйти на проспект, чтобы, так сказать, все, значит, русские люди достали свои иностранные телефоны, вот, и запечатлели, так сказать, ну, вот это. Вот еще вот так вот. — Поговорим о Ютубе. У вас есть свой канал, и первое видео на вашем канале называется «Духовные скрепы». Его записали еще 20 июня 2013 года, если не ошибаюсь, и посвящено оно книге Грибоедова «Горе от ума». Почему вы начали свой канал с этого произведения о человеческих пороках? Все-таки не книги, а комедии в стихах. Вы мне сейчас это сказали, я не обращал внимания, какое первое видео, потому что все это было не специально, все это было спонтанно, и вообще канал это же сделали и делают просто поклонники мои, ребятки, которым нравится, что я говорю, что я делаю. И очень хорошо. Мне главное, вы знаете, как моя главная задача ничего не делать самому, потому что иначе не будет ни творчества, ни аристократизма, ничего. Что касается «Горе от ума», бессмертной комедии в стихах, к сожалению, бессмертной, вот, то вот прошло ровно 120 лет, потому что, ровно 200 лет, ровно 200 лет, потому что действие «Горе от ума» происходит в 1822 году. Написано, значит, около 24, в 25 частично опубликовано, но «Горе от ума» полностью впервые было опубликовано только в 1862 году. Уже давно не было в живых автора и только после отмены крепостного права. Ну, как бы псевдо-отмены крепостного права, потому что оно, на самом деле, до сих пор крепостное право вокруг действует. Вот, и да, это, к сожалению, вечная для России тема «Полковник Скалозуб». Вот этот вот, значит, дебил, но очень колоритный дебил «Полковник Скалозуб». Это просто, знаете, так... И вот фразу сложно продолжить, чтобы ничего не, так сказать... Там ведь главное, чтобы ничего не вышло, вы понимаете? Плюс еще, что будет говорить княгиня Марья Алексеевна, да? Вот, поэтому, к сожалению, в России, как были в «Фаворе» и как прекрасно жили подонки – молчалины, репетиловы, вот, какой-нибудь лицемерный Фамусов, который, значит, постоянно молится, крестится, трахает прислугу, вот, боится страшно, так сказать, человеческих речей Чацкого, вот, ну и прочее, прочее. А вот духовные скрепы, видите, вот духовные скрепы – это сейчас очень они, эти скрепы, они большие, они заметны, они не то, что, извините, канцелярская скрепка, а духовные скрепы – это очереди многокилометровые перед финской границей, значит, перед границей с Монголией, с Казахстаном, вот. Вот, и просто, где еще какие границы остались? Поэтому, ну, вот как? И, поэтому, вопрос, вот, дымотечества, вот этот вопрос о дыме отечества, и, так сказать, он, конечно, сейчас центрально-генеральный, так сказать, вновь. И, ну, все равно, да. А вот, а что касается, в итоге-то, да, амуры и земфиры все распроданы поодиночке. Вот оно, вот так вот. Вот, и все опять то же самое, сюда я больше не издок, там, в Москву я больше не издок, опять, действительно, горе от ума, от интеллекта, кто умнее, у того и горе, кто дебил, тому как бы и привольно хорошо. Ну, тоже, может, так сказать, и уже многих и нет, а те далече. Вот, сейчас уже, сейчас что хорошо, что плохо всем, понимаете? И это как бы тоже дает позитивный импульс. То есть, если еще раньше плохо было только тем, у кого был интеллект, то есть, их забивали, не давали, не пускали, репрессировали, мучили, то сейчас уже попали и плохо, так сказать, всем. Вот почему я полностью, вы говорите, да, они думают, они ошибаются, я сейчас уже, это я преупреждал, вы знаете, я записал ролики, я преупреждал, я говорю, не надо. Я рассказал, как будет, я полностью, так сказать, оказался прав, но уже сейчас, я говорю, не-не-не-не, вот сейчас уже только вперед и до конца, чтобы это не было опять на сто лет, понимаете? Поэтому вот так. И в этом смысле, когда не только плохо Чацкому, но уже и Молчалин попал, и Фамусов сильно попал. Я уж про Скалозуба молчу, потому что Скалозуба вообще хана, понимаете? Вот. Амуры, зефиры все вообще уже там. Кто еще не там, то последние зефиры заберут. И в этом смысле, в этом смысле, как бы это, о, гениально, это следующая, так сказать, часть, следующий акт, следующая серия, вот, не написанная Грибоедом Александром Сергеевичем комедии «Горе от ума», а следующую часть я бы назвал «Горе уже всем, и умным, и безумным». Вот примерно так. А было замечательно, кстати, написать, продолжить тоже в стихах, там, чтобы говорил Фамусов сначала в одном месяце, чтобы говорил Фамусов, потом через какое-то время, потом сейчас, чтобы говорил Фамусов. То же самое и со Скалозубом, вот, и чтобы уже, так сказать, вот. Ну, и прочее. И там тоже и княгини постепенно, и посмотреть бы на этих Амуров. Вот так вот. Но кто остаются? Остаются в итоге, я думаю, что останутся, конечно, молчалины, подонки. Да. Софья, ну, что-то она там с кем-то, она будет лежать. Она, Софья, понимаете, Софье не важно, под кем лежать. Она, значит, абсолютно, я не буду, я хотел сейчас перечислить, но это уже будет совсем открыто, да. Ну, и, конечно, прислуга, слуги останутся какие-то, дворни, чернь, дворня. Но, кстати, во время войны 12-го года крестьяне в патриотическом порыве после отступления русской армии прежде всего убивали, резали дворню помещика, хозяина, а уже потом его дочек. Сначала дворню. Поэтому вот сейчас я лично, я же, я предупреждаю, товарищи, подумайте, как удержать эту, только об этом надо думать, только о внутренней, так сказать, чтобы опять не было того, что уже было сто лет назад. А шансы въехать огромные. И я никогда не ошибался, что очень плохо для окружающих. Евгений, вам здорово удается предсказывать ход истории. Как вам это удается? Вы знаете, это очень просто. Я, это природный дар. Серьезно, это природный дар. Это очень просто. Я не стараюсь. Вот мне иногда спрашивают, как я сижу, сел, задумался, открыл. Как в фильме «Весна», ничего подобного. Если человек умный, ему сразу все понятно. Если он дурак, он может напрягаться очень долго, взумываться, анализировать там big data, data, все очень и прочее. Мне тут, знаете, месяц назад сказали потрясающе вражины, сказали, ну, слушайте, у нас же там этажи аналитиков были, и вот они ошиблись. А вы такой вот, сволочь такая, значит, вот вы правы. Как это вам удается? Вот что вы делаете? Я говорю, я ничего не делаю. Потому что если, это же качество и количество. Если, ну, вы посадите 100 дураков, это, а не 100 дураков, если подумают, это будет хоть потрясающий результат, хорошо, вы посадите думать и анализировать что-то тысячу дураков. Ладно, ну, хорошо. Давайте 10 тысяч аналитиков-дураков посадите за некий проект думать. Что вы получите? Вы получите дурацкий ответ, только 10 тысячекратный. Поэтому, ну, лучше один вменяемый, даже полусонный, даже можно и на природе в гамаке с рюмочкой, да, вот, ну, лучше вменяемый, чем, значит, куча, наверное, просто вот это, вот это всего, значит, да, вот. А результаты известны. И это только мы еще, это мы еще, так сказать, в полусередине, понимаете, да. Ваши прогнозы зачастую настолько точные, что у некоторых складывается впечатление, будто у вас осведомители в особых структурах. Вот, вы знаете, как, вот эти подлые впечатления, какие осведомители, если, смотрите, я почти ребенком, студентом МГУ, студентом МГУ, в своей рубрике печатной, поэтому все легко посмотреть, в руки взять, печатной рубрика в самом нашем весомом тогда политическом еженедельнике «Коммерсант власть», еженедельная рубрика, я просто занимался тем, что через историю предсказывал события. И если вы посмотрите мои, вы можете сейчас вот прямо кнопку нажать, везде включить, мои публикации декабрь 2003 года, выходит моя статья, называется «Москва-третий рейх». Наделала много шуму. Хакамада носил, по-моему, ее на НТВ, показывала журнал. Значит, где-то там мы виделись, Боря Немцов говорил, гениальная статья, но так не будет. Понимаете, да? Вот, и прочее, и прочее. Это декабрь 2003 года на сайте, и в январе, в первом январском номере 2004-го она вышла в печатном варианте. А написал ее вообще в начале 2003-го, она лежала, я про нее забыл даже про файл. Это глобально, допустим. Дальше у меня была статья «Варвары радовались, глядя на все это». Это цитата из римского историка, древнеримского историка. И я рассказывал, это 2003 год, в 2004 тоже она печатная, то есть почти 20 лет назад, я сказал, что Европа, Запад погибнет под варварами. Тогда еще не было такой волны терактов. Тогда еще не было реально оккупации севера Парижа полностью. Сейчас север Париж не принадлежит, и пригороды Сен-Дени и так далее, они не принадлежат французской республике, французам, европейцам, вообще никак не принадлежат. Это катастрофа, да? Ну, Лондон, Брюссель и прочее, и прочее, и прочее. Я это все описал. И это, я повторяю, я еще студент, вот, а многие статьи были написаны, но еще до, так сказать, совершеннолетия. И это глобальные процессы. Были совсем конкретные ситуации, невозможные, когда, ну, вот, все предполагали, что, ну, да, вот, Касьянова могут, значит, уволить от премьерства. Он был премьер-министром, но никто не знал, когда, потому что это могло тянуться месяцами, годами и так далее. Предсказывали до, после, как раз вот инсайдеры говорили, что ему два года еще на посту. И я написал статью, я говорю, что вот, посмотрите, она есть, Касьян, на что не взглянет. Вот, вот в такое число уволят. Значит, история такая, это же заранее все сдается, да? Я за две недели сдал. Максим Ковальский, главный редактор, говорит, ну, вот мы не можем так рисковать, потому что у нас же серьезный журнал, мы опубликуем статью. Вот, ну, ты с ума сошел вообще, да? Да, и потом смеяться будут над нами, да? Вот, я говорю, публикуйте просто. А поскольку до этого у меня выходила рубрика, была суперпопулярной, там стали вводить рейтинги вот эти, первый интернет, когда видно, какую статью сколько прочитала, да, вот так. И я говорю, публикуйте, иначе я не буду вести вот эту еженедельную рубрику. У меня же, вы знаете, характер чудовищный, да? Хуже, чем у Галины Павловны Вишневской. Вот, и там можно, кстати, выйти, к этой идиотке скажите, там, извините, у нас, это, здесь, студия, а там кто-то громко болтает бессмысленно. Это, кстати, не надо вырезать, это все надо оставить. Вот все, что сейчас, одну секунду заткнет он это животное. Сейчас он обратно закроет дверь, оператор, минуточку. Все, да, спасибо, да. Вот это надо оставлять, это самое важное, потому что идиоты это вырезают. И, значит, сдали, опубликовали. И следующее. Тот день перед этим, перед его увольнением, он был выходной, понедельник. В понедельник обычно номер приходит. А во вторник привезли номер, значит, журнала в Москву и в метро с 7 утра. Значит, в 7 утра тираж был в Москве в киосках, а в 9.30, по-моему, Кремль объявил, что Касьянов отставка. Вот. А я сплю, я очень, уже тогда поздно, так сказать, вставал. Я еще студент был МГУ. И мне, значит, звонят все там прессы и журналы, говорят, значит, какие-то жуткие вещи, примерно такие, как и вы, что, значит, кто мне это сказал, кто... Ну, это просто, это же никто не мог сказать. И вы прекрасно понимаете, что за две недели даже, не скажу, кто не знал, что он сделает через две недели, да? И мы видим даже сейчас. Вот. Поэтому я повторяю, либо есть дар, либо нет. Конечно, конечно, в этой связи самое тяжелое для окружающих, и что их бесит, это почему, значит, не мне, а ему. Понимаете? Ну, как это? Ну, вот, ну, как, почему? Ну, я же такой же, как и этот Панасенков. Такой же, блин, почему он? Все ему. И рост, внешность, голос, тембр, удача. Черт его дерьми. Ну, мы-то... Тяжело, я понимаю. Я... Вы думаете, что я не понимаю, как это тяжело? Вы думаете, что мне самому было бы легко жить, если бы какая-то сволочь... Вот, ну, я бы был не собой, а какая-то сволочь, значит, была бы мной? Что же невозможно? Я бы тоже говорил про него... Ну, как это? Ну, почему? Да он вообще... Ну, и, понимаете, можно долго перечислять. Это очень тяжело переносить. Вообще, таланты, внешность, удача другого человека, любого переносить очень тяжело, а удачи и таланты Панасенкова просто невозможны. Ну, это, ну, это просто за гранью... Это выше пределов человеческих возможностей. Вы знаете, там есть космонавты, атлеты, легкоатлеты, силачи, там какие-то невероятные запоминающие много чисел и прочее, перемножающие... Видите, есть таланты природные тоже, перемножающие, вот, или запоминающие сразу страницы, поэтому, зачем это нужно, он запоминает, но он запоминает с детства. Его показывают, там, две минуты по телевизору, все, здесь зрители аплодируют. И, значит, есть сверхспособность, есть силачи, которые поднимают на себе, там, значит, автомобили и прочее, прочее. Это сверх, да, но даже они не могут поднять такой нож, как выдерживать вот это, так сказать, вот все. Это очень тяжко, я вам серьезно скажу. Я с пониманием к этому, я отношусь к этому с пониманием. Извините, дорогие зрители, потому что здесь у меня этот, как это называется, ноутбук-компьютер, я как бы в сторону человека смотрю, а я помню, что вы здесь, я к вам со всем сердцем, нежностью, вообще даже с телом весь, так сказать, к вам и к вам, и к вам, так сказать, ко всем. Да, но, так сказать, просто как бы из привычки, откуда идет разговор, я туда и смотрю по старинке, так сказать. Вот так. Евгений, расскажите, пожалуйста, как рождаются темы для ваших видео? Придумываете ли вы их сами или вам помогают редакторы? Знаете, если бы я хотел, чтобы мне чего-то придумал редактор, я бы, наверное, был блядью на режимном канале. Вот. Мне редакторы не нужны. Редактор – это некая превосходная степень, даже не по, может быть, он не такой специалист, но хотя бы стилистически он может стилистику редактировать, давать тематику, да, но это некая превосходная интеллектуальная личностная степень по отношению к автору. Но вы вдумайтесь, кто может обладать превосходной по отношению ко мне степенью? И возвращаясь к коммерсанту власти, там же был очень опытный, блестящий филолог Максим Ковальский, главный редактор, изумительно легендарный, и он мои статьи не редактировал, хотя я был еще, значит, студент. Ну, это было и его понимание, что так лучше, и мое условие, потому что, вы знаете, мой дивный характер, очень нежный, тонкий, терпеливый. Что касается тем видео, ничего специального, все случайное, поэтому вы видите, что-то, все, там, большинство записано без выстроенного света, на телефон, на плохой телефон. Он, понимаете, я не блогер, и не хочу им быть, я ученый и режиссер, который, ну, вот так вот вышло, что окружающие хотят от меня какого-то, так сказать, видеомомента, да, ну, и я, так сказать, с барского плеча этот видеомомент даю, когда мне хочется или не хочется, вот. Вот, и это всегда случайно, и даже если я отзываюсь на события, то это либо с юмором, либо желание помочь что-то сообщить конкретно хорошим людям, вот, тем, кто, вот, я понимаю, что они меня действительно слушают и любят им, да, это не то, что всем, а слушают все, и слушают, и, значит, в погонах, ну, пожалуйста, что же, ну, что ж поделать. Все, я человек в этом смысле не жадный, пусть все слушают, просвещаются, уму набираются, и прочее. Но все эти видео, это все случайности, и ничего, но иногда, понимая, когда ребята, вот, помощники, ну, просто так вот предстают, что это, ну, нужно, потому что ждут, это люди, значит, вот. Вот, а я это не люблю, когда начинают из меня делать что-то такую, социалку, вот это, что люди кому-то что-то должны и так далее. Я делаю так, вот уже там, если сижу в кафе, да, хорошо, пока ждем блюда или что-то, я запишу на будущее 5-6-7 небольших роликов, которые потом они через неделю, 2 месяц будут выставлять, или там на природе то же самое, то есть прок. И, если вы заметили, ну, это, конечно, так сказать, такое уже, такое мефистофельство, но ролик, в котором я за 2 недели обращался и просил, просил не делать, и я объяснил ровно по стадиям, как будет, к чему придем, и оказался прав, вот этот ролик я записал, тут же, через 20 секунд, я записал ролик, что, ну, в общем, все произошло, и через 20 секунд я записал ролик по итогам. И я их выставляли, ну, не я, выставляли ребята за 2 недели, перед и чуть позже. Ну, у меня еще, кстати, один заготовлен тоже, просто, чтобы я, когда, допустим, я отдыхаю, сплю или на пляже, да, а что-то такое у людей случается, потому что люди это, вот, ну, дерево нужно найти. Я же не буду все бросать, это все, так сказать, парик, накладные ресницы, чтобы снимать ролик. Нет, оно должно уже быть, и просто, когда ребята поймут, что все, значит, они это поставят. Понимаешь? Поэтому, вот, это так удобнее. То есть надо быть не, не чтобы с тобой что-то, вот, история творила, да, чтобы ты творил историю, даже если вокруг, как бы, все сильнее обстоятельства, да, но самое главное – это интеллект. Если ты все понял, заранее сказал, ты уже победитель. Что бы там дальше не, так сказать, творили ублюдки, понимаете? Это очень важно, это очень важно. И, конечно, вот вы спросили, там, какое настроение, как, собственно, от этого хорошее настроение, потому что, эти есть, уже сделали такие картинки, кто-то в интернете, что я, значит, стою в образе Цезаря с Лирой, ну, как вот, Нерон, это христиане тогда подожгли Рим, но ему приписывают, да, и написано, значит, я так в профиль, радостный, написано, там, пожар вокруг, и написано, я предупреждал, да, вот. Поэтому вот этот момент очень приятный. Евгений, вы называете нынешнее время эпохой победившего быдла. Действительно ли вы таким образом смотрите на большинство людей свысока? И если так, то почему? Ну, видите ли, потому как я физически выше большинства людей, у меня метр девяносто один рост, поэтому я действительно к большинству людей объективно, научно, даже без желания отношусь свысока. Вот, но, ну вот, это помимо интеллектуальных разных моментов. А интеллект, ну, добавьте еще плюс космос, да. Это сто девяносто один сантиметр плюс, значит, ну, там, посчитайте до Луны, до чего хотите. Сейчас уже такое мы видим и предполагаем, что лучше не предполагать. Этот вот новый там Хаббл и все прочее. Ведь кто-то тут еще мурыжится и дурью мается там, значит, ну, ладно, не буду уж говорить, еще потерплю чуть-чуть, потом я все скажу, потом я все скажу. Вот, а кто-то уже за звезды туда, за галактики. Понимаете, надо, давно пора выйти из прошлых веков в галактическое мышление, но оставив красоту интерьера прошлых веков. То есть надо в карельской березе, а не вот в этой гадости, в которой вы еще мне все время даете на интервью какую-то гадость, в кресло карельской березы, красного дерева, значит, в мебель в стиле ампир, в неоклассицизм, бедермайер, все. И вот в этом и в этой красоте думать, так сказать, про звездные и зазвездные пейзажи и уже не играться в безумные игрища, давно, так сказать, пережеванные историей. Вот так вот. Евгений, как вы относитесь к хейтерам, их попыткам выступать в качестве оппонентов и их действиям против вас? Нет, давайте, мы живем в разных измерениях. Есть ноунеймы, быдло, завистники, и есть действительно люди, которые чего-то достигли. И вот в нашей среде просто, ну как, ну давайте пообщаемся с тараканами. Представляете, вот мы заходим, там, вот, значит, где-то там тараканы расположились с крошками, да, и тараканы что-то там пищат, бегают. И давайте мы пытаемся переубедить таракана или объяснить окружающим, допустим, вот, вам с вашим замечательным интеллектом, объяснить, почему таракан думает обо мне не так, как, допустим, ну, Пласио Доминго, да, с которым я очень дружен, или изумительный был Андрей Николаевич Сахаров, который десятилетним возглавлял Институт Российской Истории, Российской Академии Наук, вот, и поддерживал все мои проекты, так сказать, приглашал на все конференции, и я устраивал конференции в Академии Наук. И вот давайте мы сейчас будем с, так сказать, учеными из Академии Наук вот так вот пытаться переубедить или объяснить тараканьи моменты, да. Ну, вы можете выйти на улицу, там сидят какие-то гопники или там бабки на заваленке, и можете тоже попытаться с ними поговорить о науке, об истории, о методологии, это очень интересная беседа будет. Евгений, на какое историческое время похоже время сегодняшнее? О, на все сразу! Это такой винегрет, такой винегрет потрясающий! Тут все! Тут и одновременно, знаете, как вот и 41-й, и 37-й, и 14-й, и сразу 14-й, переходящий в 17-й, 17-й, переходящий в 91-й, в НЭП, значит, и так далее, и так далее. То есть это потрясающий бардак, кто-то раньше говорил про, значит, вот, постмодерн, это уже не постмодерн, это уже не пойми какой стиль. Вот, этот стиль называется бардак, да. И поскольку вот Россия такое заколдованное место, где ничего, ничто не пропадает, оно как-то все, что уже давно надо было отжило и выплюнуть, оно все еще как живой труп есть, и много живых трупов. И они все одновременно, как бы, вот, выползают, и это очень интересно, когда вот из разных эпох одновременно выползают существа, которые живут вот сейчас в одно время историческое. Это просто какой-то, ну, парад, парад, такая страшная реконструкция, я бы сказал, да. Вот, ну, ну, вот так вот. Но, знаете, я вам хочу сказать как, с точки зрения вот ученого, как ученому, то, что происходит, наблюдать безумно интересно. Интересно, но, конечно, безумно все, что происходит. И с точки зрения творческого человека, как режиссера, писателя, абсолютный восторг, очень интересно. Конечно, хотелось бы это наблюдать все-таки как-то, ну, вот, ну, вот из космоса, по телевизору, издалека, во сне, лично, чтобы лично, так сказать, как это вообще не участвовать, да. Но вот это невозможно. Поэтому выбирать, либо ты живешь действительно как ученый интересно, либо ты живешь как в Швейцарии, так сказать, неинтересно, но как в Швейцарии. Вот надо, так сказать, выбирать. Ну, вот так вот, да. А в какой исторической эпохе вы бы хотели жить и почему? Ну, я много раз отвечал. Я очень люблю классическую Грецию. История Древней Греции – это большой период, но именно классическая, так сказать, такая срединная, переходящая, ну, может быть, так, в сторону начала эллинизма. Безусловно, расцвет Римской империи, расцвет Римской империи, затем Ренессансная Флоренция, Ренессансная Флоренция, затем весь XVIII век в Западной и Центральной Европе и, конечно, эпоха Наполеона. Это, вот это все, может быть, еще, как, ну, имитация того, что я перечислил, это имитация, это послевкусие, это историзм, как бы, вот этого всего по стилю. Это Белли Пок, соответственно, Белли Пок, это прекрасная эпоха, она началась с того, что расстреляли ублюдков коммуняк из Парижской коммуны, и люди зажили нормально какое-то время до следующих коммуняк. Вот это была Белли Пок, значит, прекрасная эпоха. Вот, ну, вот, так сказать, вот так вот. А все остальное, это, конечно, ну, это не в эфире будет сказано, что. Как вы думаете, какого политика сегодня не хватает миру? Какого политика? Да. Какими качествами ему надо обладать, чтобы применять их в политике? Ну, слушайте, как вы неуважительны и непроницательны. Это, во-первых. Вот, во-вторых, тут уже не политика, а уборочная машина нужна. Это второе. А вот, и третий, и третий вариант ответа, конечно, я мог бы сказать, так сказать, научно, что нужен Рейган, нужна Тэтчер там и прочее, прочее. Ну, нужно было бы очень неплохо, да, конечно. Но уже мало, потому что Европа оккупирована дикарями до такой степени, что нужны более радикальные и великие люди, да. И я не уверен, что они в этом контексте что-либо смогут, потому что их на низком старте уничтожат. Любого великого человека сегодня съедят на низком старте. И если у нас... В чем проблема нашего времени? В чем подлость и ужас? В одном месте тоталитаризм, и одни уничтожают талантов, да, а в другом месте другой тоталитаризм, левацкий, и там другими методами, но также изничтожают свободу, личность и прочее, прочее. И сегодня человек, индивид зажат между двумя вот этими сумасшедшими лагерями, да. Если раньше все было понятно, вот, тоталитаризм, все плохо, там замечательно, перебежал, убежал, через стенку или переплыл, и уже, так сказать, все есть, и 40 сортов сыра, и частная собственность, и красота, и Катрин Денев, и Олен Делон, и, значит, сытый, одетый, лежишь под деревом. Да, значит, то сейчас это уже просто катастрофа, это катастрофа. Но именно от того, что это катастрофа, я считаю, что уже плакать, нервничать, переживать, рвать там на себе, значит, волосы, кричать опять, как идиоты кричат, наша псевдоинтеллигенция, что мы проснулись в другой стране, по-моему, последнее время, последние дни даже не кричат, уже проснулись, а многие не проснулись, да. Вот, это бессмысленно. Поэтому уже надо, так сказать, с позиции такой театральной подходить к ситуации, и все плохо, и будет еще хуже, но время историческое сжимается, и сроки этого переживания хуже, оно тоже, к счастью, сжимается. Поэтому просто любым способом, значит, это переживать, перетерпеть. Вот, а потом, кстати, как вы удивитесь, вы можете удивиться, но я считаю, что как раз потом в России есть потом, внимание, есть шанс замечательной жизни, но потом, но есть шанс, но потом, но замечательной жизни, да. Это вот. А как раз вот там, где сейчас еще более-менее что-то остается в архитектуре и в, так сказать, в современных вооружениях и прочее неплохо, вот там из-за момента оккупации дикарями, и я пока не вижу сил в обществе это преодолеть, вот там может быть хуже и хуже. И даже в плане тоталитарной ливацкой идеологии. Потому что если где-то что-то еще может, меня извините, накрыться медным тазом, то там, к сожалению, значит, вот я боюсь, что эта ситуация будет в таком сильно продолженном моменте подмены самого важного. Самое важное – это человек. Если подменяется нация, этнос, смысл, эстетика, эстетика места цивилизации – это катастрофа. Это катастрофа. Вы говорили, что сегодня мало настоящих политиков. Чем политик отличается от псевдополитика? – Политик имеет принципы, цели, программу, концепцию. И он им следует, извините, с юности и сознательную жизнь. А псевдополитик, значит, демагог, как правило, это леваки, он всегда как бы виляет хвостом и исключительно из конъюнктуры дня исходит, заигрывая с лобби, с избирателями, с банкирами, с кем угодно, вообще с кем угодно, с врагами, с оккупантами, с кем угодно, заигрывает только, чтобы временно ухватить себе власть и прочее. Понимаете? Побыть кем-то. Особенно присесть на бюджет, сесть в кабинет и так далее. Это вот, чтобы не работать, а пилить. Политик настоящий, он создает. Он, благодаря своему видению мира и политики, он создает условия для страны, региона и так далее, для замечательного развития. А псевдополитик, он, значит, пользуется, он использует, выжимает все соки из тех, кто работает и трудится. И, а как он может это делать? Только если он будет, как бы, в таком негласном сговоре с бездельниками. Да? То есть, кто не работает, кто сидит на пособии, кто, значит, там, дикари вселились и прочее. Он говорит, что вы голосуйте, поддерживайте меня, я буду отдавать часть заработанного теми, кто трудится, вам. А всегда больше тех, кто не хочет работать или не умеет. И, конечно, поэтому леваки очень серьезно побеждают. Евгений, а политика? Всегда ли это обман, манипуляция толпой и пропаганда? Или же в истории есть примеры других моделей? Нет, я вам только что объяснил, какие два типа бывают. То, что вы описали, это есть, но это как раз псевдополитики. Но таких, если не большинство, то вот сегодня большинство. А раньше, если обратно отматываем историю, их было меньше, меньше, меньше. И все-таки еще были те, кто за последние, скажем так, 200-300 лет в Европе, это мы говорим про цивилизованный мир, да, в Европе и в США, те, кто действительно создавали государство, создавали общественные блага, институты и прочее. Конечно, если мы вспомним отцов-основателей США, если мы вспомним Наполеона I и, кстати, Наполеона III, если мы вспомним Тетчера, Рейгана, если мы вспомним даже такие, ну, несчастные попытки раба царя Столыпина, да, если мы все это вспомним, были же замечательные попытки, и многие удавшиеся, это были люди, личности, конечно, было, но прошло. Смотрите ли вы телевизор? Нет. Я то, что называется телевизор, не смотрел, наверное, лет, я не знаю, 15-17, я не знаю сколько. Может быть, есть ютуб-каналы, которые вы смотрите, или подкасты, которые вы слушаете? Подкасты я не понимаю. Ютуб-каналы, я знаю, каналы, я в ютубе смотрю иногда отрывки из конкретных роликов, которые мне присылают, знакомые, незнакомые, вот, но это небольшие отрывки, я много не выдерживаю, не потому что что-то, так сказать, как-то, какая-то фоноберия, а просто, ну, я и занят, и там мало интересного, но вот спрашивают, скажите, что думаете, или вот посмотрите для информации, ну, я смотрю, и вот так все. Знакомы ли вы с какими-нибудь современными блогерами? Есть ли кто из них привлекающий интеллектуально или эстетически? Вам ответить или, может, следующий вопрос? Но ведь вам присылают вырезки, может быть, кто импонирует из этого? Итак, считайте, что я ответил. Если конкретизировать предыдущий вопрос, как вы относитесь к Дудю и к Познеру? Ну, я не знаю, Познер, наверное, еще не перешел в блогеры, да? Вот, Познер это такой советский, культурный, очень образованный пропагандист советский, и он как бы в этом качестве и работал до февраля этого года. Теперь он, значит, ждет, ждет, чтобы хитро влиться вновь, в новую, так сказать, волну, не понеся потерь. Вот, кто победит, туда и вольется, и лохи ему поверят снова. Вот, что касается, значит, так сказать, Дудя, ну, я по минуте видел одного, второго, там, кто у него был по минуте. Ну, мне кажется, какой-то примитив, но я ничего не могу, так сказать, прям плохого сказать, потому что я, ну, я не всматривался, честно. Просто, ну, как вам сказать, ну, это не, это... Мы же до этого говорили про драматургию, про науку, про искусство, да? Ну, вот, понимаете, это... В этом контексте мне неинтересен вот тут, как бы, этот момент. То есть я знаю, ну, как знаю, ну, вот я знаю, вот коврик лежит, да, вот коврик лежит там, вот там креслица стоит, ну, все, ну, так. Как к коврику. А позднор это такой, вы знаете, старый, старый, значит, ковер протертый, но старый протертый ковер коридора в кабинете не испортит. Который все не могут выбросить или нет желания выбрасывать? Ну, вы знаете, зачем это вы так, вот, вы тебе очень зло, да? Я, что я, наоборот, говорил, что он не испортит старый протертый ковер, да? Значит, а вы выбросить сразу кого? Познера выбросить, потому что он хочет 500 лет прожить, вы что? Он хочет прожить 500 лет, вот, и дальше, значит, обманывать нашу замечательную интеллигенцию, вот. Вот, а я сейчас думаю, ему донесут, принесут, и я думаю, что он возмутится не тому, что он обманывает интеллигенцию, а тому, что он протертый. Я думаю, что он будет говорить, я еще очень, очень ничего, и блистаю, и очень все, и по курортам, и одет, ну, все, ну, как это про его? Он еще очень, я думаю, что где-то он-то 500, 600, 700 лет минимум предполагает, вот, быть принципиальным, таким, знаете, вот, с ручкой так шариковой сидеть, очень принципиально задавать вопросы власти, так спрашивать, так, знаете, вот, остро и с вызовом просто, как вам сегодняшняя погода, а, ты понимаешь, спроси, это просто настоящий, действительно, какой-то-то борец, борец, да. В инстаграме вы пишете, что история ничему не учит, но расставляет все на свои места. Как вам кажется, когда это произойдет и на каких местах? Ну, во-первых, я в своем инстаграме ничего не могу написать, у меня нет от него пароля, а это ребятки делают замечательно, я могу передать что-то им, так сказать, как бы, вот, сообщить, если кофеек пьем, я говорю, ну, напиши, так сказать, что-то сделать для людей, я же, если пью кофе, я же должен что-то тоже и для людей сделать, значит, ну, совсем как сволочь, да, вот, и пишем, вот. А, это первое, значит, а по поводу мест, что-то мне подозрителен этот ваш вопрос, что-то очень подозрителен, как-то вы, знаете, не нравится, вопрос с душком, это что значит расставить на места? Уже сейчас все на своих местах, и будут на них очень долго, те, кто не верят в это. Вот, адрес товарища, запиши, пожалуйста, вот, так сказать, поэтому эти вопросы очень, это самое, аккуратнее здесь надо. Объясните, пожалуйста, почему подонкам всегда удается отсидеться, а честные люди всегда страдают? Да, это действительно моя фраза, но очень просто, общество, оно само по себе подлое, да, большинство людей непорядочны, и поэтому вот в этом, в этом атмосфере, в коллективе, конечно, легче находиться тоже человеку подлому, гадскому, скользкому, какому-то маленькому, хитрому, плюгавенькому, незаметному, ну вот, кого-то заметно видят, ему завидуют и мешают жить, да, а кто-то такой маленький, что-то, не понимаешь, что-то такое, оно, ну, кому оно нужно, оно и отсидится, и потом будет еще, так сказать, долго гадить, да. Поэтому, значит, вот, собственно, вот основная причина. Мы живем внутри вот этого наруженного момента биомассы. Биомасса всегда ненавидит личность. Хорошего всегда меньше, чем плохого. Бриллиантов меньше, чем навоза, или улицы, или асфальта, или просто булыжника. Ну, вот, драгоценных камней, ни на что драгоценных, меньше, чем пород обычных, там, так сказать, вот, где мы гуляем, да, вот, гора, она, может, там, внутри какая-то жила неплохая, так, в целом, это, значит, ну, такой камушек простой. Поэтому вот здесь это проблема качества и количества, и, да, подлецов всегда больше, и они еще очень сплоченные, они друг друга так же ненавидят, так же, даже сильнее, но они, когда видят что-то яркое и талантливое, они моментально сплачиваются супротив вот этого, потому что это для них невыносимо, это отрицает их бытие, это просто их отрицает. Наличие личности отрицает существование биомусора. Биомусор очень бесится, биомусор, вот, и происходит Ортега и Гассет, происходит то, что сейчас происходит, да, вот это восстание черни, восстанием черни всегда пользуются, либо его провоцируют, кто? Те, кто хотят удержаться у чего? Вот, у того, что сейчас временно удерживают, понимаете? Ну, вот это формула, все же очень просто, ну, вот так. В одном из последних видео вы говорили об опасности плановой экономики и важности конкуренции. Куда, на ваш взгляд, катится современная экономика? Ну, катится в кювет, в тар-тарары, но это, я говорю в одном из недавних видео, а вообще эта мысль не нова, и она полностью подтверждается всей мировой историей. Ну, никогда не будет человек-примат работать на чужого дядю. Он никогда не будет ценить предмет, который не является его частной собственностью. Никогда. И поэтому сдох Советский Союз, поэтому Северная Корея живет, это там просто их за людей не держит людей, да, и это уже просто невозможно даже всерьез, даже когда мы смотрим эти кадры, это нельзя себе представить, и так далее. Поэтому плановая экономика, социалистическая экономика, карточная система, распределительная система, приказная система, и там много всего, это всегда ведет к нищете, к провалу, так сказать, к дороговизне, к тому, что даже нет товаров, к, так сказать, спекулянтам, коррупционерам, к пустым прилавкам, к курице-пенсионеркам, к, так сказать, тому, что было уже, уже проходили это все. И потом это гуманитарная помощь от плохих капиталистов, понимаете? Плохие капиталисты накармливают опять, значит, дебилов, вот, дебилы наглеют, и они уже теперь все, они уже, они теперь, вот, им опять хочется чего-то такого. Ну вот, пожалуйста. Какая экономическая модель наиболее выигрышна с исторической точки зрения? Очень просто, капитализм, свободный рынок. Един, знаете, нет идеальной, вы никогда не найдете идеальной, тем более, что один талантливый, другой неталантливый. Один хочет и может работать, другой не хочет и не может работать, вот, соответственно, у него будет меньше, и так и должно быть, чем у того, кто работает и талантлив, да? Вот, и при всех минусах капитализм и свободный рынок дают проявиться объективным талантом. Вот кто больше может и кто больше работает, он больше получает. Кто меньше, тот все, вот это самое важное. И вся мировая история доказала эффективность наибольшего именно этого подхода. А там, где рабство или там, где социалистическое рабство, потому что социализм – это то же самое и коммунизм, рабовладение, да? И внеэкономическое принуждение к труду и прочее. Вот, это не просто неэффективно, а это всегда крах нищета. Всегда. И, конечно, всегда это автарки, это всегда авторитаризм и тоталитаризм. Потому что просто так нельзя отнять у человека то, что он заработал. Здесь нужна идеология тоталитарная. То без этого социализм, без социализма, коммунизм, без грабежа, без воровства, без подонства какой-то монструозной идеологии невозможен. Потому что просто так человек ничего не отдаст своего. Поговорим о патриотизме. Что такое патриотизм? И за что можно любить Родину? Сладостная тема патриотизма – это сладостная тема. Конечно, без большого бюджета она не такая сладостная. И, понимаете, конечно, за тему патриотизма – это вы мне должны отдельный гонорар. И не только сегодня на интервью, а, знаете как, это надо, чтобы из месяца в месяц я получал гонорар за патриотизм. И только вот там два-три года пройдет, я как бы… Консистенция этого витамина в организме. И после этого я буду готов говорить действительно про патриотизм, как все эти бляди говорят, понимаете. А так просто с кондачка честно спросили. Извините, это должно быть очень хорошо накачано долларами про патриотизм. А как вы думали? Патриотизм, конечно, вот мы сейчас видим эти многокилометровые, значит, пробки на границах. Видимо, они все хотят зайти в тыл врагу. Вот я так, моя мысль такая сейчас. Так вы что-то хотели про патриотизм, да-да. Хотел бы уточнить, бесплатно о патриотизме разговор не получится вообще ни с кем? Ну, здесь у вас ни с кем не получится. Разговор бесплатно. По крайней мере, я никого не знаю, вот сколько я живу на родине. Я не знаю, с кем бы вы могли, так сказать, связать что-то такое, два слова серьезно для интервью про патриотизм бесплатно. То есть, конечно, там кто-то там что-то вам может, но это так нечленораздельно. И можно, вы выйдете там вот сейчас в ночь выйдете, и там особенно на окраине, и можете что-то, микрофон найти, приставить там, что-то скажут. Так вот, чтобы, ну, прямо, вот, я не знаю, понимаете. А так, те, кто сидят на бюджете, и вот у них накачка давно этого всего, они могут часами, сладострасно, вот. И я только хочу их очень, я хочу их сейчас всех увидеть там. Я имею в виду на линии, понимаете, да, желательно на передовой. Вот я бы их очень хотел увидеть на передовой. Все те, кто годами, значит, дурили, дурили, так сказать, это самое, птичий двор, понимаете. Очень ждем, я очень хочу посмотреть, как и сам птичий двор на это. Ну вот. К слову об очередях на выезд из страны. Не планируете ли вы сами переезжать жить в Европу? Почему, собственно, почему вы так скажете, что многие уезжают? Ну, это фуры, это наши товары потрясающие, высокотехнологичные, которые везут продавать, значит, за рубеж. Это, понимаете, это экспорт, это экспорт и импорт, понимаете. Это не о чем вы думаете. Вот же, что я имел в виду, вот эти многокилометровые очереди. Мы же очень много чего производим. У нас потрясающий автопром. У нас высочайшее развитие производства, так сказать, бытовой техники, оборудования, электроники, чипов, телефонов. Ну что, вот это все сейчас мы усиливаем, так сказать, торговлю с окружающими нас дружественными странами и западными партнерами. Евгений, у вас ведь наверняка есть свой евгениальный список фильмов. Что из последних произведений кинематографа покорило ваше сердце? Из последних, из последних ничего. Я пересматриваю все-таки только то, о чем мы вначале говорили. Когда была эстетика, когда было общество, я имею в виду настоящее общество. Поэтому я пересматриваю 40-е, 50-е, 60-е годы. И это продолжает покорять. Идите, значит, да, идите и посмотрите тот же «Большой вальс», великий фильм 1938 года. А может быть, чтобы, ну, эстетика, красота, если вам сейчас вообще не до чего, а я думаю, что многим сейчас не до чего и не до «Большого вальса» был такой американский фильм, этот безумный-безумный-безумный мир, если вы помните. И вот там примерно блекло, блекло показано то, что, так сказать, вот сейчас. А так все же описано. И, знаете, как я перестал бояться и полюбил там атомную бомбу. И у нас тут живут все с широко закрытыми глазами, да, понимаете? И все фильмы как бы вот такого свойства, кстати, особенно Кубрика, они как-то оживают. Вот мы переходим из Рязанова в Кубрика и в, так сказать, вот этот фильм «Безумный-безумный мир». Ну, там уже непонятно, там впереди, что не то «Солярист», не то Андрей Рублев, не то «Сталкер». Вот, я, кстати, к Тарковскому очень спокойно отношусь. Наша вся интеллигенция, она очень любит изображать из себя, что она вот такое все вот это вот заумное, когда небо в луже, значит, фотографируется, она все. А я считаю, что в каком-то смысле Рязанов гораздо глубже, чем Тарковский. Это не шутка, не ирония, это по-серьезному. Ну, вот, и я бы, есть специальные ролики, я расшифровывал. Ну, вот, так что посмотрите, вот как-то так посмотрите. Можете посмотреть «Дачников», экранизацию Горького «Дачники», «Бабочкин». Он не только Чайпаев, он еще был замечательный актер вообще. И режиссер театральный, но это такая кинопостановка «Дачники». И вот там тоже они все говорят, это больше, чем сто лет назад, они все говорят о России, о судьбах Родины. И там как раз персонаж Бабочкина, это ничтожество, говорит, что человек должен там что-то есть, спать и любить женщин. И там, значит, с шашлыком они сидят, хотя это еще досоветский, такой более-менее полуэстетский шашлык, вот, дореволюционный. И там еще полупьяный такой, полупьяный, предреволюционный тоже «Дачник», как он полупьяно плачет о своей бедной родине любимой. И дальше Россия, и вот плачет такой немножко раздатый, пьяный. И там потрясающе играет Алина Авраамовна Быстрицкая, моя приятельница, великая артистка Малого театра, стерва, как человек, жутчайшая тварь, артистка выдающаяся, хотя деланная, скучная, но потрясающе сделанная сама себя сделала. Она играет там Юлию. И вот посмотрите, как она на качелях поет уже утомившийся день, и подходит к ней муж обманутый. Это сегодня тема обмана главная в последние дни и в последние 20 лет. И вот это все дачники, дачники, значит, экранизации. А там можно и варваров посмотреть, тоже экранизацию. Вот здесь вот как-то в этом все, в этом направлении. Искусство, в искусстве решены, показаны, продемонстрированы уже, в принципе, все вопросы. Вот, ну, просто все, все есть уже, да. Евгений, какие три книги вы посоветовали бы зрителям для поднятия культурной образованности? Не получится поднять тремя. Поднять культурный уровень образованности тремя книгами нашим зрителям не получится, даже четырьмя. Я читаю нашу эпоху как прочитанную книгу. Вот все. Переходим к Блиц-опросу. Главное правило вашей жизни? Всегда. Что делать во время ада? Смотреть на райскую красоту. Достоевский или Толстой? Сомер сет-моем. Чему нас учит история? Заранее знать, что произойдет. Лучший комик в мире? Ну, за это могут посадить. Что такое настоящая романтика? Вот, настоящая романтика, это когда, ну, что-то действительно романтичное в общечеловеческом понимании, и плюс вам еще вот так, там, в телефоне, в новостях или, так сказать, позвонили и сказали, что все. Понимаешь? Вот это романтика, да. Вы богатый человек? Душевно, духовно. Прежде всего, духовно, душевно. А так нет. А что вам нужно для счастья? Да у меня все есть, все есть. Какое послание вы бы отправили в будущее? Ой, нет, нет, никакое. Не надо. Во-первых, посмотрите на это будущее. Туда не надо ничего отправлять. Кем бы вы хотели быть в следующей жизни? Я и так достаточно вечен, так что не будем мелочиться и вот эти все деления, почкования, но это для простейших организмов. Ну вот и все. Спасибо вам большое, Евгений. Получилось отличное интервью. Спасибо, спасибо.